МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дипломатический десант. Сегодня в Киеве с официальным визитом министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эро. Главная цель визита – содействие реализации минских договоренностей. Высокие гости уже встретились с президентом Украины, а после этого отправятся в Верховную Раду, где пообщаются с главами парламентских фракций. С нами на связи Ольга Рыцарь. Она знает все подробности визита. Оля, здравствуй. Расскажи все детали, о чем договорились и о чем еще будут говорить. Добрый вечер, Катя. Да, действительно, об этом визите Вальтера Штайнмайера и его французского коллеги Жан-Марк Эро говорили уже давно. Еще несколько недель назад немецкий дипломат говорил о том, что готовятся новые правила перемирия на Донбассе. Этот документ, который готовится при участии ОБСЕ, должен возобновить встречи в нормандском формате. Ну а немецкие министры и французские министры встречались с президентом Украины, а также министром иностранных дел Павлом Климкиным в администрации президента. И эта встреча длилась почти два часа. Вопрос санкций должен быть особенно важным. Их ввели не только из-за минска ограничения, а также из-за аннексии Крыма. В решении этого вопроса нет никакого прогресса. Из-за агрессии России на востоке нашей страны еще, из-за присутствия российских войск. И в последнюю очередь из-за того, что минские договоренности не имплементированы. Но на пресс-конференцию президента Украины Петр Порошенко не вышел, вышли только три министра. Сам Климкин сообщил, что то, что РО и Штайнмайер здесь, в Киеве, свидетельствуют о том, что нормандский формат все-таки существует. Глава МИД Германии сообщил о том, что недоволен выполнением минских договоренностей. Он сравнил этот процесс с улиткой. Также он сказал, что есть все-таки надежда полностью остановить огонь на линии разграничения. И вот, что заявили сегодня гости, иностранные гости. С февраля мы проводили много переговоров, но минский процесс оказался улиткой. Все продвигается медленно. Однако появилась надежда, что к началу учебного года нам удастся прийти к соглашению. И хрупкое перемирие все же есть. Мы приехали с обещанием из России. Сегодня в полночь будет прекращен огонь. На неделю. Мы заявили о своей приверженности минскому процессу. Альтернативы ему нет. Не существует никакого плана Б. И следует вести речь о необходимости выполнения минских договоренностей. Мы пытаемся перезапустить вновь переговоры в нормандском формате. Продолжение следует... Встречи в администрации президента. Министры отправились и в Верховную Раду. Там они будут встречаться с главами парламентских фракций. На этом у меня вся информация. Катя. Спасибо, Оля. Это была Ольга Рыцарь о последних результатах переговоров и заявлениях высоких гостей в Киеве. Накануне, напомню, в Киев приехал и министр иностранных дел Польши. А сегодня с главным польским дипломатом встретился президент. Петр Порошенко и Витольд Двощаковский обсуждали вопросы сотрудничества в экономической сфере. А также безвизовый режим СИЭС. Говорили и о двустороннем сотрудничестве в вопросах обороны. Отдельным пунктом Порошенко и Вощаковский обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Польши в Украину. Он запланирован на декабрь. И еще один высокий гость в Киеве. В ближайшее время состоится встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его британского коллеги Бориса Джонсона. Мой коллега Геннадий Вивденко сейчас находится у здания Министерства иностранных дел. Гена, здравствуй, расскажи, началась ли уже встреча? Известны какие-то подробности и, возможно, о чем будут говорить министры? Да, Кать, буквально в эти минуты в Министерстве иностранных дел должна начаться встреча украинского главы этого ведомства Климкина с британским главным дипломатом Джонсоном. Как ожидается, будут обсуждать проблемы урегулирования ситуации на Донбассе. А в дипкругах, неофициально говоря, от инициативы приехать в Киев изъявил именно британец. Любопытно, но Джонсон встречается отдельно от своих европейских коллег. Официально это никак не объясняется. На этом своем посту бывший мэр Лондона всего два месяца. Сам Джонсон неоднозначно воспринимается. Его называют отцом Brexit, то есть идеей выхода Британии из ЕС. Впрочем, заявляет однозначно, что он поддерживает украинскую территориальную целостность. Пока неофициально известно, что, вероятно, итогом сегодняшних переговоров может стать официальное присоединение Британии наряду с Германией и Францией к совместным переговорам по Донбассу. Но пока в каком качестве, неизвестно. Но известно, что на следующей неделе Джонсон должен встретиться с Сергеем Лавровым, главой МИД России на Генассамблее ООН. Такая договоренность уже есть. Впрочем, менее чем через час должна состояться его пресс-конференция здесь, в Украинском Министерстве иностранных дел. Будет известно больше. Мы постараемся успеть рассказать детали, если график встречи не сдвинется. Катюш? Спасибо, Гена. Будем ждать от тебя информации. Это был Геннадий Вивденко. Он сейчас у здания Министерства иностранных дел Украины. О восходских дипломатических визитах в Украину уже говорят в Европе. Обсуждают будущее нормандского формата и вопрос безвизового режима. Какой видят нашу страну европейские политики? Подробнее София Гордиенко. С тех самых пор, как война на востоке Украины перешла из острой фазы в затяжные позиционные бои и подвижек к миру особых нет, о нормандском формате европейская пресса говорит мало, чтобы не сказать вообще молчит. Зато говорят политики. Накануне визита главного дипломата Франции Жан-Марко Эйро в столицу Украины французский президент заявил, только минские соглашения обеспечат в Украине мир. Альтернативы им нет. Да и политические дебаты в Европарламенте без нас не обходятся. Правда, оптимизма все меньше. Сегодня в Страсбурге давний симпатик нашей страны, депутат Ребекка Хармс, вообще сравнила Украину с Турцией. Что касается продвижения демократии и верховенства права. Мы должны признать, что демократическое становление может идти только изнутри, но не извне. Впрочем, и у нас есть обязательства поддерживать Украину и Турцию в вопросах верховенства закона. И мы должны с этим справиться. А комиссар по вопросам расширения допрососедства ЕС сегодня в том же Страсбурге встретился со спикером Верховной Рады Андреем Порубием. И он заверил, процедура визовой либерализации на финальной стадии. Правда, Йоханнес Хан, как обычно это делают осторожные европейские чиновники, конкретных дат не назвал. Зато живо интересовался реформами. София Градиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. В день визита в Украину руководители МИДа в Германии и Франции родственники украинских военнопленных провели акцию возле посольств этих стран в Украине. Просили помочь освободить своих родных. В представительстве немецкого МИДа к митингующим никто не вышел. Мой брат Кириченко Алексей Степанович. Пішов воювати добровольцем в 2014 році. Він воював під Сабур Вогилою. І у серпні потрапив в полон подалік від Волновахи. Він два роки знаходиться в полоні. З травня 2015 року вдалося звільнити 80 заручників. То цифра з цих 80 заручників цього року, а якщо говорити про тих, кого вдалося витягти з окупованих територій, це тільки 12 людей. Це жахлива цифра і жодна пропозиція України не знаходить підтримки. Хто за це несе відповідальність? Всі сторони. На Росію – международний арбитраж. Президент поручил главі МИДа України подати иск относительно защиту государственних прав і інтересів України. Як відміттєл Порошенко, після аннексії Крима Росія ворує природні ресурси – нефті, гаси в акваторіях Чорного і Азовського морей. І цим грубо нарушають імущественні права України. К тому же, із-за нелегальної добычи на морському шельфі України і строительства Керченського моста страдають екологія Чорного моря. Міжнародний арбитраж – це тільки перший шаг, заявив президент. Також готовяться іски в інші міжнародні судебні інстанції. Шкоди екології зазначеного басейну. Направити до Російської Федерації повідомлення про арбитраж відповідно до Конвенції Організації Об'єднанних Наций з морського права. О деньгах сьогодні говорили в українському правительстві. Кабмін йде на рекорд. Уже завтра обещають передати в парламент проект госбюджета на следующий год. Об этом сообщив Владимир Гройсман. Прем'єр також розказав, наскільки вырастут зарплаты педагогов і медиков і пообіщав в країні економічний рост. Так какой надбавки ждати бюджетникам і що ще обсуждали міністры, знає Ірина Романова. Інцидент іщерпан. Гройсман і Зубко пожали друг другу руки. Случилось це до начала засідання в кулуарах. І видити примирення прем'єра і його замомогли лише избранні, о чому і сообщили по секрету некоторым СМІ. Напомню, в прошу п'ятницю, во время отчета в парламенті, Гройсман применил к вице-прем'єру ненормативну лексику за те, що той відказався відповідати на питання депутата. А сьогодні оба вийшли на публіку з улыбками на лицах і в приподнятому настроєні. Завтра ми будемо з вами вносити в парламент, затверджувати урядами вносити в парламент проект бюджету на 2017 рік. Чи не вперше він зробить це вчасно? Расходи на оборону согласували накануне на засідання СНБО, сообщил прем'єр. Вони на 15 млрд більше, ніж в цьому році. По остальним статьям окончательно пройдуться завтра. Але для педагогів і медиків вже хороші новости. Їм три рази за год піднімуть зарплату. Вчитель першої категории з 1.01.2017 року вже буде зростання 5.708. Рік терапевт дільничної вищої категории, подивіться. З 1.01. вже 7 тисяч гривень. Денег в бюджеті хватить всім. Економічний рост, хоч і не большой, уже є. В подтвержденні, перший віце-прем'єр жонглирує з трибуни цифрами. Три місяці поспіль, починаючи з червня 2016 року, триває дефляція. 43,3 інфляція у 2015 році і 4,5% у цьому році. Дані явища створюють підґрунтя для очікування подальшого покращення економічній ситуації. Зростання ВВП прогнозується на рівні трьох відсотків. Правда, все ці цифри ще треба согласувати з парламентом. А це нескільки місяців дискусії прогнозує Кубів. Щоб нардепи не вставляли палки в колеса, правительство утвердило і відправило в Раду, ставшу вже скандальним законопроектом о спецконфіскації. Він позволить в досудівному порядку арестовувати деньги і інші активи, полученні преступним путем. Річ о 1,5 мільярда гривень, яке оставило на банковських счетах окруження Януковича. Деньги деньгами, але є ще один важний вопрос, напоминає міністр молодежи і спорту. Хотів би, щоб ми від складу уряду привітали наших спортсменів, паралімпійців, шахістів з такими чудовими виступами. Вони молодці. Але я думаю, що олімпійський спорт потребує ретельної уваги з боку влади. В проєкті бюджету на 17-й рік буде відображено і працівники культури щодо заробітних плат, і працівники спорту. Отділ спортивних министрів переходить к делам пенсіонним, точніше реформі пенсіонного фонда. Його глава обіщає багато новацій в ближайші 15 років. Существенно сократять не тільки штат, але й время назначення пенсії. З 10 днів до 20 минут. Причем оформити її можна ввозити і в електронному режимі. Також создадуть централізованну базу всіх пенсіонних діл. Товшество міністрам понравились, концепцію одобрили. Подобні реформи, в частності по сокращенню штата, прем'єр предложив провести і в інших госучрежденнях. Ірина Романова, Андрей Кузнецов. Подробності. Телеканал «Интер». Скандальні правки от нардепа із Народного фронта Татьяны Донець в закон о системі Е-декларування профільний комітет буде изучати місяць. Этого требує процедура. Однак, глава антикоррупційного комітету уверяет, буде рекомендовать отклонити документ. По словам Йогора Соболева, сначала надо посмотреть систему в действий, а потом уже по необходимости вносить изменения. І то перед цим нужно обсудить правки с общественностю. Напомню, на прошлой неделе нардеп «Фронтовик Донець» зарегистрировала законопроект, в котором предлагает не публиковать саму декларацию чиновников, а только информацию о її наличі і об об'общем доході за год. Також правки предусматривають возможность переписати квартиры і машини чиновників на членів семьи. А те можуть не предоставлять информацию. Самостоятельне внесення данних об имуществі також необязательно, якщо не є в реєстрах. Експерти уверяють, це лазейка для чиновників, которая позволить избежати уголовної відповідальності за лож в декларації, назвав її ошибкою цих реєстрів. Зараз лісти в законодавство – це допомагати корупціонерам знову щось придумати, щоб уникнути відповідальності. Я сказав Тетяні Донець, що це ставить її в один ряд з Андрієм Деркачем, з Вадимом Денисенком, які увійшли в свідомість суспільства, які люди, які намагалися закрити декларації посадовців, протидіяти відкритості. Я сподіваюся, що цей закон взагалі не потрапить на розгляд Ради. Напомню, палки в колеса системі декларування почали вставлять ще до її создання. То никак не могли сформувати СНА по предотвращению корупції, то несколько раз переносили запуск, то госпецсвязь отказувала дати системі сертифікат безопасності. В итоге її все ж запустили 1 сентября. Хлопнув делом. Накануне генеральний прокурор Юрий Луценко сделал громкое заявление об'открытии уголовного производства против глави МВД Арсена Авакова. Що стоїть за скандальна інформація і в чому подозревають міністра? В ситуации розбирались наші корреспонденти. Генпрокуратура открыла уголовне дело против міністра внутренних дел Арсена Авакова. Це громкое заявление сделал генпрокурор Юрий Луценко накануне в ефірі 24 канала. По його словам, в день він получає десятки опрощень против Авакова. Последній із них – от Центра противодействия корупції. Це і стало толчком для початку уголовного производства. По якому факту? Антикорупціоніри кажуть і за історії з земельними махинаціями в пользу Авакова. В Харківській області за часів, коли ще пан Аваков був головою адміністрації обласної, і потім ці махинації продовжилися, коли вже він став міністром внутрішніх справ. Аваков отримав з численними порушеннями, що підтверджується реєстром досудових розслідувань, 18 гектарів землі в Дергачівському районі. В 10-му році цю землю прокуратура в нього відсудила. Але коли він вже став міністром внутрішніх справ, він вирішив знову собі її повернути. І через суди дивним чином було прийнято рішення на його користь. В СМИ вспліли і другі не мені скандальні історії, зв'язані з міністром внутрішніх справ. Це і бізнес Авакова з лоббістами його інтересів, нардепами Народного фронту. А головна – скандальна історія о рюкзаках для АТО, в котрій замішан не тільки міністр, но і члени його сім'ї. Напомню, в феврале появилось видео со скрытых камер, на якому якобы сім міністра Александр Аваков договаривається з бувшим замінистра внутрішніх дел Сергеем Чеботарем а поставки для подразделений Министерства тактических рюкзаков, которые делали на фірме Харковчанина, друга сына Авакова. Так в чём же именно ГПО обвиняет главу МВД? Пока журналисты это выясняли, пресс-секретаря Юлия Луценко Лариса Сарган сообщила. Прокуроры проверили заявление Центра противодействия коррупції, подтверждений не нашли, а значит уголовное производство против Авакова буде закрыто. Против представителей Народного фронта і окруження Авакова возбуждено целая плеяда жерель действительно резонансних уголовних дел. Это дело против первого замістителя Авакова в своєрме чеботаря по песку, это дело по катавицкому введення денег з України, это дело рюкзакову Авакова, дела в отношении Арсіна Петровича Яценюка, они заморожені. Это демонстрация того, що йде серйозна, очень подковерная борьба. Позже эту скандальну историю прокомментировал і заміститель Луценко, прокурор Дмитрий Старожук. Немає кримінального провадження відносно Арсена Авакова, є рішення суду на підставі звернення Центру протидії коррупції, яке було подано до суду, і суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження, так як це відбувається в відповідності до кримінально-процесуального контракту. В рамках підслідності така справа була направлена до НАБУ, де зараз дійснюється перевірка, як за відсудності складу злочину, таке провадження буде закрите, або заява буде відхивана. Старожук пояснил, мол, тепер НАБУ займається этим делом, но детективи изучають матеріали не по Авакову, а выясняють, хто, райадміністрація или сельсовет 15 лет назад незаконно вывели этот самый земельний участок. Напомню, сам Старожук получил кресло в Генпрокуратуре по квотам партии «Народный фронт», і только вчера Юрий Луценко, выходец з БПП, анонсував його відставку. Некоторі політологи усмотрели в заявлении Генпрокуратура политическую подоплёку, інші говорять, Аваков і його люди після череду скандалів стали раздражать власть. Причастність Авакова к атакі на Інтер і через действо Азова к атакі на Києвгорськрой, все це вызвало, мягко говоря, не дуже хороший резонанс, особливо від історії з Інтером. В тому числі це вызвало критичну реакцію со сторони наших міжнародних партнёров. Аваков сильно переиграл, це вызвало велике раздраження. І тому йому рішили, видимо, послати сигналы. Луценко відкрив неке медійне діло проти Авакова, котре сьогодні вже й було закріто. Це припинування господина Авакова к політичному торгу, к примерному політичному поведенню, поскольку його амбиції, аппетити, вони раздражають. Скорей зіго, він не попадет на скам'ю підсудимих по вот цьому делу о злопомогріх рюкзаках для Нанцгвардії. А вот то, що відношення будуть приобретати все більш конфліктний характер, в цьому політичному картелі, який представляє нынешнія власть, це зовсім очевидно. Чем закінчиться цей медійно-політичний скандал? Эксперты уверені, історія стане однією з головних і найзважливих в новому політичному сезоні. Андрій Кровец, Юрий Красновський, подробності, телеканал «Интер». Що ж касається Сергія Чеботаря, бувшого замглаву МВД, напомню, в начале сентября нардеп Сергій Каплин опубліковав на своїй страниці в Фейсбуці документ, в якому указані факту незаконного обогащення, высокопоставленного сподвижника міністра Авакова на 20 млн грн. І потребував от Генпрокуратури немедленно розкрыти детали якобы спрятанного під сукно розслідовання. Сам же Чеботарь, фігурант многих громких скандалів, после увольнення весною прошлого року біжав із України. І сьогодні же Сергій Каплин виразив недоумение по поводу рішення Генпрокуратури не відкривати уголовне діло в відношенні глави МВД Арсена Авакова. Він считає, що оснований для возбуждення нескольких уголовних дел проти міністра більше, ніж достаточні. Ми повинні об'єднати низку справ в одне велике провадження, яке стосується безпосередньо міністра внутрішніх справ. Мова йде про рюкзаки Авакова, як окремий епізод. Далі, корупційні оборудки з виведення капіталів в офшори. Окремо потрібно розглянути питання оборудок Чеботаря Авакова з річковим піском, де держава втратила майже 20 млн грн. Окремо потрібно розглянути питання, пов'язані з призначенням керівників на ті чи інші посади за гроші. Про це є відповідні відео-докази в інтернеті. Нескільки ресторанов, автопарк із шести авто на суму полмільйона доларів, магазин на столичному Крещатике і коттеджний городок на 14 домов. Все це добро екс-чиновника налоговой служби времен Януковича Андрея Головача і його родственників. Нашла і арестувала це імущество головна воєнна прокуратура, а обща сума описаного – почти полмільярда гривень. Головача подозревають в незаконному розміщенні НДС предприятиям під контрольним приступной групіровки політиків-беглеців Януковича, Азарова і Клименко на суму більше 3 мільярда гривень, утверждають в прокуратурі. Зараз головач по решінню суда під стражей. Ему назначен залог в 200 мільйонів. Ці гривень кваліфікується слісту і будуть додатково кваліфіковані і оголошена підозра, відповідно, як відмивання і отримання легалізація гривень, отриманих злочинним шляхом. Нацполіція і Генпрокуратура інсценировали убийства правозащитника в Одесській області і именно таким образом задержали членів приступной групіровки. Іх обвиняють в рейдерських захватах землі в Затокі, незаконному выделіні і переоформліній участков, поджогах, баз, віддіха і в заказному бійстві. Жертвой должен был стать містний правозащитник і представитель естонського бізнесу, який обнародував факты преступной деятельності групи. Він заявив в поліцію о слежці за ним і підготовці бійства. За нескільки місяців слідсію удалось задержати 8 участників групіровки, середі них і бувші поліцейські. Організатором оказався секретарь поселкового совєта Затокі, ім'я його офіційно не називають. Правоохранители сообщили, ущерб, нанесений групіровкою, змеряється десятками мільйонів доларів. А вот похвастаться прогресом в делі о поджоге редакції подробностей поліція до сих пор не може. Глава ведомства отказалась комментировать вчерашні заявлення своєго замістителя Константина Бушуєва о негіх негласних оперативних действіях. По тим же причинам она не розкрыла подробності, які стали известны поліції в делі об убийці журналиста Павла Шеремета. Мільярд для України. В Вашингтоне в эти минуты заседає Совет директорів МВФ. І вперві за останній год розсматриває український вопрос в отделі нового траншу для країни. О якій сумі йдет речі, є ли опасність, що деньги не дадуть? Узнаємо. У моєго колеги Дмитрия Анопченка, він зараз возі штаб-квартири фонда і присоединяється к нам в прямому ефірі. Дима, здравствуй. Скажи, коли же ждати окончательного ответа? Єважаючи, яким він буде? Дело в тому, що заседання Совет директорів МВФ происходит просто в ці минути. Каждуєю минуту ми можемо получити якісь новини, але в будь-якому світі. Вопросів багато. Повістку дня готовили вчера до поздній ночі. Там не тільки український вопрос. Тому в МВФ мені сказали, що ориентировочно планирують закінчити заседання де-то в 3-4 часа дня. Сьогодні здесь по містному времени. В Києві це буде 11-12 часів ночі. До цього ніяких офіціальних заявлень делать не намерено. Ну, разумеється, я б не выходил в ефір. Тільки для того, щоб і тебе, Каті, і зрителям сообщити тільки цей факт. Є інформація неофіціальна, абсолютно достоверна, получена мною і в фонде, і у самих українських переговорщиків. В першу чергу, все рассчитують, що вероятність получення України-транша іменно сьогодні, іменно в ході цього заседання Совет директорів, ну, просто огромна, 95%, скажімо так. Оставимо 5% на всякі непредвиденні моменти, тільки тому, що в фонде существує практика. Якщо вопрос вже вонесли на заседання Совет директорів, це значить, що все проблемні моменти, все спорні моменти сняты. Якщо б ще щось оставалося, що треба согласувати, то просто б не дошло до Совет директорів. Далі, вопрос о сумі. І це питання дуже значить, я просто хочу обратити на це внимание. Діло в тому, що Україна рассчитувала получить в рамках цього трансу 1,7 млрд тисяч доларів. Ну, вот сейчас, по предварительній інформацій, речі йде только о мільярде. Расстраиваться не стоит, наоборот. Це компроміс. Компроміс между Україною і Международним валютним фондом. Дело в тому, що МВФ видит, Україна пока що не до конца імплементировала ряд реформ із так называемого пакета МВФ. Ну, а тянути с выделенням траншу вже далі нікуди. Для цього нет ни оснований, ні времени. Поэтому було принято, или должно быть, буквально в ці минуты, принято компромісне решення. Виделили для України 1 млрд, і таким образом і страна получит свої деньги, і фонд сможет придерживатися своїх строгих правил. І ще один момент, який наделав багато шуму, ну, наверняка, ви знаєте, в новостях, це було громке заявлення России о том, що вони якобы намерены блокувати вот сегодня получення України і транша в связи з долгом Януковича. Я задавав вопрос в МВФ. Чиновники фонда сказали мене неофициально, що, в принципі, представник Росії в Совете Директорів максимум, що мог, либо добиться, щоб цей вопрос сегодня на Совете Директорів не рассматривали, або щоб при голосуванні вот були учтені определенні условії, определенне особе мнення, але в любому случае особе мнення Росії этот процес не заблокирує і не сорвёт. Катя. Дима, що касається нових траншів від МВФ і фінансової допомоги Україні вже від інших міжнародних організацій. Вот є ли тут ясність чи це все може бути заморожено ще на год? Я скажу, що тут є не тільки ясність, тут є новости. Думаю, що ще ніхто в ефірі, в СМІ об цьому не сообщав, так що дуже надеюсь, що ми будемо первими. Діло в тому, що дальніше сотрудничество фонда с МВФ тепер буде обсуждаться на самому висшому уровні между первим лицом України і первим лицом МВФ. Ну, вот, действительно, анонсів ще не було. В фонде буквально тільки що нам действительно подтвердили. На следующій неділе состоїться лична встреча Петра Порошенка і глави МВФ Кристин Лагард. Состоїться она і пройдет в рамках американського визита президента. Він прибудет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблеї ООН. Що касається дальнейшей финансовой помощи, то це действительно, це не пропаганда, це факт. Ізвісно, що коли транш МВФ ставиться на паузу, то замораживається і вся інша допомога, ну, а його выделення практично автоматично означає, що і дальніші процеси пройдуть. І вот, що нам сказав по цьому поводу, вот поділился подробностями. Посол України в США Валерий Чалый. Рішення виділення траншу МВФ відкриває можливість для України отримання додаткового 1 мільярду кредитних гарантій. Тому ми насправді думаємо і про таку перспективу, але є відповідні умови, які ми з вами всі очікуємо. Я при зустрічах з бізнесом завжди мені кажуть, якщо ми побачимо, що виділені кошти, кредит МВФ, ми підемо сміливіше в Україну з інвестицій. Так що подчеркну, що як тільки ці дінки будуть получені, це розблокує віделення мільярда кредитних гарантій від правительства США. Ну, ось тут, рідом у мене, здання Всемирного банка, там теж готові будуть віде дінки. Як тільки сьогодні, СОВЕТ директорів МВФ проголосує по українському вопросу. Ну, а коли це буде, ждемо. Ждемо, що, можливо, буквально з минуты на минуту, з часу на час, офіціальне решення буде об'явлено. Студія. Дима, це був Дмитрий Анопченко, он следить за ситуацией вокруг выделения кредита МВФ Україні. Ждемо от нього новостей. О предстоящем транше МВФ і госбюджете на следующий год говорили сегодня народні депутати. Оппозиційний блок настаиває, процес рассмотрення смет должен быть прозрачним і публичним. І следует, як минимум, отказатися від практики принятия документа под Новий год, говорить лідер політсилы Юрий Бойко. Політик уверен, в такому случае депутати попросту не успевають изучити все цифры. Також Бойко заявив, фракція оппозиційного блока не буде голосувати за проект бюджета, который снижає соціальні стандарти і уровень жизни граждан страни. Прозрачності Бойко требують і в вопросі использування грядущого кредита МВФ. Будь-який кредит, взагалі, повинен бути зрозуміло, куди він піде і як його потім віддавати. Тому що до сьогоднішнього моменту в нас була незрозуміла і повністю закрита процедура. І умови отримання траншів абсолютно не влаштовую ані суспільство, ані політичні сили, які сьогодні ми представляємо. Симпатії избирателей. Центр социсследований «Софія» задался вопросом, які б партии прошли в парламент, якби выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Вот итоги августовського опроса. Лідер рейтинга – оппозиційний блок. За нього віддали бі свої голоса більше 13% опрошенних. На второму місці – 12,5% – блок Петра Порошенка. За ним – всеукраїнське объєдинення «Батьківщина» – почти 12% голосів. Також 5% бар'єр преодоліли б радикальна партия «Ляшко», объєдинення «Самопоміч» і партия «Хвыля», при услові, якщо її возглавить Михаїл Саакашвили. Остальные партии в парламент не прошли бы. А вот кто бы остался за бортом? Це всеукраїнське объєдинення «Свобода» – чуть більше 4% симпатій. До 2% не дотягивають «Укроп» у Народного фронта – чуть більше 1% голосів. А вот в президентському рейтингу лідеріють глава «Батьківщини» Юлия Тимошенко – почти 13%. На 1% меньше у нынешнього президента Петра Порошенко и почти 12% опрошенных поддерживают главу оппозиційного блока Юрия Бойко. Вы смотрите подробностей и далее в нашей программе. Таможенная «Усушка». Куда пропали конфискованные в Харкове товары на 15 млн грн? Война за награбленная. Янукович тратит десятки тысяч в процессе за снятие санкций, чем ответит Европа. Спецоперіація «Янтарь» в разгаре. Очередное задержание в Дубровице Ривенской области. По нашей информации, под арест взяли одного чиновника и троих местных жителей, якобы причастных к скупке янтаря. Видео появилось в интернете на местном сайте. Вот правоохранители выносят из дома несколько десятков пакетов, скорее всего, с янтарем. Ими буквально забили багажник машины. После этого бойцы спецназначения сопровождают одного из задержанных к вертолету, который приземлился на стадионе райцентра. Как только все оказались на борту, вертолет взлетел и направился в сторону Киева. Официального подтверждения, что задержанные скупщики имеют отношение к ранее арестованным, зампрокурору области, работнику СБУ и двум бывшим милиционерам, нет. Молчит и министр внутренних дел. Так что борьба, видимо, продолжается. Хотя еще три недели назад замглавы нацполиции Вадим Троян уверял, с янтарной мафией покончено. К слову, по нашей информации, с началом осени старатели получили добро и добыча янтаря в северных районах возобновилась. Безответственное хранение. В Харькове пропал конфискат на 15 миллионов гривен. Товары, изъятые из-за нарушения правил перевоза через границу, находились на хранении нескольких фирм. Во время проверки документации этих структур прокуратура и выявила пропажу. Однако, что это за товар и на каких складах каких фирм находился, пока неизвестно. Следователи начали уголовное производство, в ходе которого должны будут выяснить все подробности. Говорят, вопросы есть к исполнительной службе, которая должна была следить за сохранностью конфискованного имущества. Сейчас прокуратура вместе с полицией, потому что это больше полиции, я думаю, что расследовать будет райвредел, будут выяснить, чья это вина, куди возник конфискат, или выжили в всех необходимых заходов работники выполнительной службы этого района, или, возможно, есть злочинный умисел в действиях предпринимателей, которые должны все сохранить. 70 тысяч долларов за назначение главным лесником страны. Такую сумму требовал у претендента на должность помощника одного из чиновников. Об этом сообщают в прокуратуре Киевской области, но никаких подробностей, кто и у кого требовал деньги, на сайте прокуратуры нет. Задержали взяточника на горячем во время передачи денег в центре Киева. Во время обысков у него нашли целый арсенал оружия, спецсредства, форму сотрудников правоохранительных органов. А кроме того, генеральские погоны, окровавленную биту, шевроны спецотряда, гюрза и поддельное удостоверение чиновника. Известно, что мужчина работал не один. Сейчас прокуратура ищет госслужащих, причастных к этому делу. Ну а генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, деньги требовали аферисты, киевлян Петровский и гражданин Израиля Вайсберг. И разводили они, пишет Луценко, некоего гражданина Гусева. Ранее мошенники якобы уже получили от него 61 тысячу долларов за другое назначение на должность начальника управления экономики и инвестиций Одесского порта. Львов Мусорный. Его улицы по-прежнему выглядят неприглядно из-за скопившихся отходов. Ну а что же городские власти? Нашли реальное решение проблемы или все так же занимаются исключительно спасением собственной репутации? Знает Галина Якушко. В пункте приема стеклотары возле железнодорожного вокзала сегодня очередь не протолкнуться. У сборщиков бутылок сверхурожайные дни. Мусорные баки на городских улицах не опустошали уже неделю. И желающие успевают выбрать все стекло, которое раньше оперативно вывозили на полигон. Ну, штук 70. Я шукаю. А оттоли вывозили сметята с Кипиев было? Мало. Коли сметники полны, фляжек куча. Эти люди, похоже, единственные, кого радует такая ситуация в городе. Пользователи соцсетей постят все новые и новые фотографии утопающих в мусоре баков. Даже появилась фотожаба. Гора отходов выше главной смотровой площадки Львова, Высокого замка. Ну, уверены, что не приедем. Больше тижня уже не вывозят. Сами пройдет не то, а бля бачки пройдет 2 метра и увидит, что там. Там полно мух всякой. Черт, вот уже нет. Мэр Андрей Садовый отчитывается. По его подсчетам, замусорена всего лишь пятая часть Львова. Остальное уже убрали. О постройке мусороперерабатывающего завода Садовому сказать нечего. Мол, нет еще всех нужных документов из Министерства финансов. Так что планирует и дальше. Просить у своих коллег, мэров других городов, разрешение вывозить к ним отходы. Сейчас вывозим, фактически, отходы по всей Украине. Это вартосно, это очень дорого. Но других вариантов нет, потому что место должно быть в чистоте. Я попросил пана Гройсмана помочь, чтобы были соответствующие предупреждения главам областных администраций, прохания до мэрых мест, чтобы было сприяние. Официального ответа от премьера пока нет. В пресс-службе Садового нас уверили, премьер согласился помочь. Я напомню, это не первое обращение львовского городоначальника к государственной власти. Ранее он просил о помощи президента Украины Петра Порошенко. Но тот посоветовал Андрею Садовому не делать политику на мусоре. На начало этого года численность вынужденных переселенцев в Украине превысила полтора миллиона. 200 тысяч из них дети. Об этом говорится в докладе детского фонда ООН-ЮНИСЕФ. В отчете указывается, что из-за войны украинские дети получили не только физические, но и психологические травмы. Это и отсутствие доступа к чистой воде, и антисанитария, и вспышка инфекционных заболеваний. Боевики громко нарушили перемирие, объявленное 1 сентября. Этой ночью ударили из гаубиц и танков по окраине Авдеевки. Почти 100 снарядов выпустили по Авдеевской промзоне. Как эту ночь выстояли украинские десантники, узнавала Ирина Баглай. Надежда Осиповна живет на ближайшей к линии огня улицы в Авдеевке. За ней горячая промзона. Если в одной части Авдеевки уже стали забывать звуки войны, то тут дальше порога стараются без надобности не выходить. Вот я выбираю момент. Вот приехала их машина наверх, я выскочу в этот период. Вот если возвращаться назад, то ждем минут через 10-15 начинается снайперы стрелять. Каждые вторые ворота изрешечены вражескими осколками. Окна наглухо заколочены или закрыты пленкой. Хозяева говорят, только отремонтируют, как снова летят снаряды. Да еще не отстроились, а бои идут. Бои идут. Пули летят. А пули дура. Прячемся. Гаубичные пушки и минометы Васильки. 120-мм калибр. В эту ночь противник громко продемонстрировал, что думает о перемирии. Такой канонады украинские десантники не слышали давно. К тому же боевики вывели на позиции танки. Працювали они до 5-го ранку. Была перезарядка и снова начали працювать. Потом они зруповались. Один выстрел, другой перезаряжается. Потом другой выстрел, другой уже перезаряжается. Между собой они были связаны. За спиной бойца с позывным «Борода» след от прямого попадания танкового выстрела. Но ответить все равно нельзя. Действует запрет на применение какого-либо вооружения крупнее автомата и пулемета. А вот противник под работу танков запустил и мины. Между танчиками летит 80-ка, летит 120-ка. Это так, чтобы если кто-то будет куда-то бежать, 80-ка. Это осколочное. Перед обстрелом над своими позициями военные зафиксировали вражеский беспилотник. После пролетели еще два. Смотрели, куда попадали, наверное. К ним надо пристреливаться. Ну, у них нормально все работает. Когда выходит хорошая батарея работать, у них беспилотник высоко висит и он корректирует. За день до обстрела боевики заявили, что с 15 сентября прекращают огонь. В этот раз, несмотря на пятичасовой обстрел, ни украинские военные, ни мирные жители не пострадали. Но обещаниям с оккупированной территории не верят. Все на чеку. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Имитация бурной деятельности и очередной распил бюджета. Оппозиционный блок выступил против законопроекта о цензуре при ввозе книг в Украину. Заявление опубликовано на официальном сайте. Любую книгу можно прочитать в режим онлайн. И санкционные меры в отношении российской книжной продукции на границе. Это совершенно бессмысленная деятельность, считают оппозиционеры. И требуют от власти отказаться от планов по введению книжной цензуры. А вместо этого заняться актуальными вопросами экономики и тарифов. Апелляционный суд Киева сегодня оставил под стражей одиозного бизнесмена и бывшего топ-менеджера скандального холдинга ВТ Андрея Кошеля. О смене меры пресечения соратнику беглого Млагода Олигарха и главы холдинга Сергея Курченко просила защита подозреваемого. Впрочем, судьи оставили в силе решение первой инстанции. Если Кошель не внесет залог, 200 миллионов гривен, то под стражей пробудет как минимум до 6 октября. Тогда и состоится следующее слушание. Кстати, сам подозреваемый на сегодняшнем заседании не пожелал, чтобы в зале была наша съемочная группа. Судья согласился, и моим коллегам пришлось покинуть помещение. Напомню, Андрея Кошеля задержали в прошлом году, 12 июня, при попытке выехать из Украины в Польшу. Его подозревают в создании преступной группировки и присвоении госимущества на сумму более 2 миллиардов гривен. Виктор Янукович не жалеет денег на адвоката в борьбе за замороженные миллионы. Уже завтра дело беглого украинского президента начнет рассматривать суд ЕС. Его интересы представит один из ведущих британских адвокатов Томас Бизли. Час его работы оценивают в несколько тысяч фунтов. Кроме Януковича вернуть замороженные деньги хотят его сын и бывший соратник Андрей Клюев. Судебная тяжба пока не бьет по их карману. Согласно европейскому законодательству, для защиты в суде они имеют право пользоваться средствами с тех самых замороженных счетов, за которые судятся. А это немалые суммы. Речь идет о 107 миллионах американских долларов, 16 миллионах евро и 135 миллионах швейцарских франков. Еврочиновники вернулись с каникул и заговорили о наболевшем, о самых проблемных темах и новых вызовах. Например, о Брекзите. Брекзите. Наш европейский субкор Оксана Кундеренко следила за сессией открытия Европарламента в Страсбурге и реакцией на нее в Великобритании. О Брекзите он заговорил впервые. Открывая новую сессию Европарламента, Жан-Клод Юнкер внушительную часть своей речи посвятил выходу Великобритании из Союза. Позвольте заметить, что мы уважаем и одновременно сожалеем о решении Британии, но Евросоюз как таковой не оказался в зоне риска. Президент Еврокомиссии призвал держаться вместе, работать и не позволять популизму расшатать евролодку. И подытожил, допускать ошибок не стоит. История запомнит именно их. Но от Юнкера ждали больше конкретики. Никаких сроков Брекзита, никаких условий для Британии, никаких предположений о дальнейшей работе ЕС он не высказал. Чем посеял еще больше сомнений и беспокойства. Отревожит больше всего евродепутатов вопрос, с какими потерями выкарабкается из кризиса ЕС. Тем временем на Туманном Альбионе Тереза Мэй, в который раз отбивалась от вопросов о разводе с Европой, сказала сухо, правительство над этим работает и озвучит результаты, когда время придет. Мы не станем принимать решения, пока не будем готовы и не будем заранее ничего раскрывать и комментировать каждый поворот и вздох переговоров о Брекзите. Тем более, что кое-кто уже строит планы за спиной Лондона. Послезавтра в Братиславе открывается саммит Евросоюза, куда британскую делегацию не пригласили. Обсуждать будут дела насущные, проблемы мигрантов, безопасности, даже о коллективных вооруженных силах речь пойдет. Но тут один из некогда ключевых игроков лишился права голоса. Хотя до официального отделения королевства от Евросемьи путь еще не близкий. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Социальные пауки заполонили город в Бразилии, на Гавайях, извергаются вулкан, а в нидерландской полиции со следующего лета будут служить орлы. Подробнее об этих интересных событиях в нашем дайджесте. Во Флориде полисмену пришлось применить электрошокер, чтобы усмирить двух девчонок. Подростки устроили драку и не реагировали на замечания. После того, как видео потасовки попало в сеть, полицейский подвергся критике. Мол, как же у него не получилось разнять 15-летних школьниц без оружия. Коп оправдывается. Применил пистолет, когда приятель разбушевавшихся барышень начал угрожать ему расправой. Обе скандалистки арестованы за нарушение общественного порядка. Их друг за угрозы представителю полиции. В бразильском городе Парана очевидцы засняли на видео зависшее над городом облако из паутины и пауков. Исследователи установили, что эти членистоногие относятся к виду социальных пауков, известных своей способностью формировать массивные колонии и плести огромные паутины. Только в одной из них могут обитать до 50 тысяч особей. Потрясающее огненное шоу увидели жители Гавайских островов. Извергать лаву начал один из самых активных в мире вулканов Килауэо. Геологическая служба США обнародовала видео кратера вулкана, в котором кипит огненная жидкость. Исследователи утверждают, пока Килауэо не угрожает местным жителям. В прошлый раз извержение было около года назад. Первая леди США переквалифицировалась в телеведущую. Мишель Обама на вечер стала соведущей одного из самых рейтинговых комедийных шоу на американском телевидении. Своей временной коллеге, ведущей Эллен Де Дженерес, супруга президента, рассказала о переезде из Белого дома и о планах семьи на будущее. А под конец первая леди Америки даже пустилась в пляс. Пернатые полицейские на страже общественного порядка. В Нидерландах беспилотники, которые представляют угрозу для людей, будут отлавливать орлы. Этот метод полиции впервые испытали еще год назад. За это время выяснили птицы самый эффективный и дешевый способ борьбы с дронами. В полиции уверяют, во время экспериментов не пострадал ни один орел, однако не уцелел ни один беспилотник. Для перехвата дронов создадут отдельный отряд. Сотни специально обученных копов с орлами-напарниками выйдут на патрулирование уже следующим летом. Паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в финал Игр в Рио. Наши соотечественники победили соперников из Нидерландов со счетом 4-0. На шестой день паралимпиады в копилке украинской сборной 72 медали. 27 золотых, 21 серебряная и 24 бронзовых. Наши спортсмены в зачете наград держатся на третьем месте. На втором Великобритания, которая опережает украинцев всего на две медали, а первое место остается за Китаем. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. В прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Индере.